Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео под названием щавель, щавелевая кислота, оксалаты, кальций и камни в почках. Есть ли и в чем может быть вред щавеле? Почему шпинат ни в коем случае нельзя потреблять в вареном или консервированном виде? Немногие знают, что причиной нарушения функции почек у детей часто является избыточное потребление ревеня. Давайте я вам сейчас все это поясню. Щавель это не только еда, но и оздоравливающее средство при правильном подходе, основанном на знаниях, а не на заблуждениях. О таких всеобщих заблуждениях в данном вопросе я вам сейчас и поясню. Я решил сделать это видео из огромного количества писем подобного рода, вроде вот этого вчерашнего. Благодарю за полезное видео. Еще раз подтвердилось негативное значение сахара и сладкого. Юрий Андреевич, я живу в Нидерландах и здесь легко доступен шпинат в любых количествах и дешево. Поэтому вместе с дикоросами я часто использую шпинат для смузи и салатов. Прочла, что шпинат ревень содержит в большом количестве щавелевую кислоту, от которой могут возникать камни в почках. Сделайте, пожалуйста, видео на эту тему. Может и правда, часто есть их нельзя, как я это делаю здесь. Ну что ж, а теперь, дорогие товарищи, слушайте. Заодно я расскажу и о самом растении и о его свойствах. Щавель является одним из главных источников щавелевой кислоты. В науке ее называют этандиоя. Эта кислота является для человека основным поставщиком органического железа и магния, и она очень важна для здоровья. Растение это относится к семейству гречишных. Это кисловатое растение по праву считается кладезью полезных веществ. В 100 граммах щавеля содержится всего 20 килокалорий. Помимо щавелевой, растение включает в себя лимонную, яблочную и другие органические кислоты. Благодаря этандиовой кислоте щавель обладает множеством полезных качеств. Главные следующие свойства. Противоцинготные, противовоспалительные, ранозаживляющие и антитоксические. Богатый минеральный состав зависит от полноценности почв. А этой связи почв и продуктов на ней, производимых, я подробно пояснял в моей лекции «Лес и почва». Кому будет интересно, посмотрите. Щавель содержит и флавоноиды, и полифенольные кислоты, различные витамины. От А и Е до витамина С, многих группы В, например, В2, В6, В9, фолиевая и прочее. Беда в том, что люди привыкли варить и улучшать, в кавычках, то, что создала природа, или бог, или боги, ну, кто во что верит. Суть от этого не меняется. Создали в готовом для питания виде. Мы же себя считаем умнее природы, и от того очень много бед. Вот и в этом случае то же самое. Что люди делают со шпинатом, щавелем, ревенем? Как его используют в пище? Варят, делают супы и так далее. А проблема-то именно в способе потребления, а не в самом продукте. Не в самой весьма полезной зелени. Слушайте внимательно. Органическая щавелевая кислота, кстати, помогает пищеварительной системе усваивать кальций. В то же время эта комбинация помогает стимулировать перистатические функции нашего кишечника. Но как только щавелевая кислота стала неорганической в результате термообработки, а при термообработке разрушается органическая составляющая, то есть естественные связи природных соединений, она образует соединение с кальцием в неорганической форме, которое разрушает пищевую ценность обоих. Более того, это приводит к дефициту кальция, который накапливаясь со временем, вызывает разрушение костей. Но самое главное то, что когда концентрация неорганической щавелевой кислоты высока, она может выпадать в осадок в кристаллической форме. Это характерно для любителей супов с щавелем. Эти крошечные кристаллы откладываются в почках и мочевом пузыре в виде камней. Щавелевая кислота присутствует в изобилии во многих растительных продуктах, особенно высоко ее содержание в кислых травах, щавеле, ревене, гречихе. И в петрушке, и в амаранте, в шпинате, в мангольде, в свекле. И даже в какао, и в орехах. Содержится она и во многих ягодах, и в бобовых. Дорогие друзья, я советую вам подписаться на мой канал в Телеграме. Мало ли что будет с Ютубом, а там вы сможете смотреть мои видео, которые я буду выпускать впоследствии, если вдруг не будет Ютуба. Сейчас этот канал дублер. А под этим видео, по ссылкам, вы найдете и другие мои соцсети, где можно найти те или иные мои видео выступления на разные темы. Смотрите ссылки под этим видео. Помните главное, органическая щавелевая кислота необходима для вашего тела и абсолютно безвредна, если применять ее в живом, термически необработанном, органическом виде, а правильно сказать, органической форме. Именно неорганическая щавелевая кислота вызывает проблемы в вашем теле. Когда же вы пьете сырой сок шпината, щавеля, ваш организм использует 100% всех полезных веществ, которые шпинат, щавель может предложить вам. Но когда щавелевая кислота в том же шпинате проходит термообработку, она становится неорганической и может вызвать целый ряд проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе, о чем вы, конечно, и слышали, и знаете, и путаете. А вот к чему приводит потребление шпината в свежем виде либо сока из смеси шпината, щавеля и других овощных культур. Этот сок укрепляет кости, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшает зрение, является профилактикой катаракты. Как вы знаете, при острых респираторных заболеваниях первыми под удар попадают дыхательные органы. А вот щавель помогает защитить от инфекций дыхательную систему, уменьшает воспалительные процессы в горле. Данное растение используют и в борьбе с синуситом и бронхитом. Щавель оказывает подсушивающее действие на слизистые носоглотки. Он нормализует работу пищеварительной системы. Что же касается почек, щавель является мочегонным растением, поэтому хорошо стимулирует мочеиспускание, очищает почки от токсинов и солей. Что касается влияния на наши волосы и кожу, то кислоты, содержащиеся в растении, помогают бороться со многими заболеваниями кожи. Щавельевая кислота, например, уменьшает зуд и раздражение кожи, устраняет покраснение и сыпь, а большое содержание железа в молодых листьях ускоряет заживление ран и положительно влияет на рост волос, так как там еще содержится и кремний. Но это зависит от почв, есть ли кремний в этих почвах, на которых выращен данный щавель. Плюс к тому, от витамина А кожа становится более эластичной, упругой, уменьшается количество возрастных морщин. Конечно, на количество и качество полезных свойств влияет хранение щавеля. Свежесрезанное растение в правильных условиях в холодильнике хранится от 3 до 5 суток. А заготавливать щавель надолго можно либо холодной засолкой, либо заморозкой, либо сушкой. Про подобную холодную засолку я говорил вот в этом своем видео, рассказывая про другое растение. Ну а теперь я хочу вам зачитать отрывки из книги известнейшего натуропата Нормана Окера про пользу овощных соков и соков из зелени. Он еще 100 лет назад объяснил эту проблему. Это непонимание людьми биологии. Шпинат благотворно влияет на все органы пищеварительного тракта, начиная с желудка и кончая толстой кишкой. Сырой шпинат богат органическими веществами, способствующими очищению и восстановлению функций кишечника. Применяя шпинатный сок по пол-литра в день, можно в короткий срок ликвидировать самые тяжелые формы запоров. Применение слабительных средств вызывает привыкание к ним, и такая привычка со временем вызывает потребность во все более сильных слабительных. Есть и другое важное свойство шпината. Он положительно воздействует на зубы и десны и может быть использован как средство профилактики парадонтоза. А парадонтоз это фактически легкая форма цинги, которая возникает вследствие дефицита в организме некоторых витаминов и микроэлементов, особенно тех, которые содержатся в смеси морковного и шпинатного соков. Неудивительно, что мы страдаем парадонтозом. Ведь вместо морковного и шпинатного сока или аналогов, мы едим вареные крупы, очищенный сахар и другую неполноценную пищу. Но стоит только перейти на сырую растительную пищу, и вы забудете о проблемах с деснами и зубами. Трудно перечислить все болезни, которые вызывают скопление шлака в нижних отделах кишечника. Это язвенная болезнь, расстройство нервной системы, нарушение работы надпочечников и щитовидной железы, заболевания сердечно-сосудистой системы, невриты, артриты, абсцессы и фурункулы, отеки конечностей, гипертония и гипотония, ревматизм и хроническая усталость, мигрени и прочее. И это далеко не полный список. Но всех этих недугов можно избежать, употребляя в пищу сырую морковь и шпинат. Исключив из диеты мясные продукты, рыбу, молоко, но употребляя ежедневно по пол-литра шпинат морковного сока, вы никогда не столкнетесь с этими проблемами. Шпинат ни в коем случае нельзя употреблять в вареном или консервированном виде, так как при этом атомы щавелевой кислоты под влияние высокой температуры становятся неорганическими, что в результате приводит к образованию камней в почках. Кстати, подробнее эту тему, преобразование минералов, я объяснил вот в этой своей лекции. Ссылка будет в описании. А теперь, как я и обещал, поговорим подробнее о щавелевой кислоте. Уже не раз говорилось о том, что одинаковые по своему химическому составу вещества могут существовать в органическом, то есть дополненном живыми ферментами и другими органическими соединениями в виде, и в неорганическом виде. В сыром виде любая пища содержит живые органические вещества и изобилует всеми необходимыми ферментами. То же самое можно сказать о щавелевой кислоте. Находящаяся в сырых овощах и в их соках щавелевая кислота необходима для осуществления физиологических функций нашего организма. Щавелевая кислота легко соединяется с кальцием, и если оба эти вещества органические, то такое сочетание полезно. В таком случае щавелевая кислота способствует усвоению кальция, стимулируя в то же время перистатическую функцию организма. Но стоит живую пищу сварить или подвергнуть какой-либо иной переработке, как та же щавелевая кислота становится уже не жизнеспособной, неорганической, то есть вредной для живого организма, разрушающей его. И если она образует соединение с живым кальцием, который поступил в организм с другой пищей, то этот живой кальций теряет всяческую ценность, даже живой кальций, и не усваивается организмом. Все это приводит к серьезному дефициту кальция, а следовательно и к разрушению костной ткани. Таким образом, содержащиеся в нашей пище минеральные вещества не могут быть полноценно усвоены организмом из-за термической обработки продуктов. Кроме того, все это зачастую препятствует усвоению других элементов, которые возможны лишь посредством химического или иного воздействия. Наибольшее количество органической щавелевой кислоты содержится в свежем шпинате, в листьях свеклы, репа, горчице, в огородной капусте и в широколистом французском щавеле. Парус локосоки ревеня. Немногие знают, что причиной нарушения функций почек у детей часто являются избыточное потребление ревеня. И это происходит потому, что ревень содержит очень много щавелевой кислоты, больше, чем любой другой овощ, больше, чем сам щавель. Когда мы варим компоты или варенья, которые так любят дети, щавелевая кислота превращается в неорганическое вещество, откладывающееся в наших тканях и органах в виде кристаллов. Таким образом мы можем заработать себе ревматизм, артриты, мочекаменную болезнь. Тем не менее, и сок ревеня может оказаться полезным, если правильно его применять. Правильно? Это значит в сыром виде, в небольших количествах. И вместе с другими соками. Или с продуктами в салатах. Например, с морковным, соком сельдерея. Такие соковые смеси усиливают перистатику кишечника. Сок ревени не рекомендуется подслащивать. А если это и делать, то надо использовать для этих целей только мед, но не сахар. Ну, я отвечаю на письмо женщины. Хотя ответ в полной мере уже дан, но я дополню. Если вы едите не один шпинат, а с другой зеленью, добавляя в салаты, то никаких проблем быть не может. Если вы, конечно, не употребляете алкоголь, а в этом я не сомневаюсь, что вы не употребляете. Но это я хочу подчеркнуть для других людей и новых зрителей. Если у вас нет хронической почечной недостаточности, то тогда, напротив, почки будут здоровыми. Пару слов о оксалатах. Высокий показатель оксалата в моче является наиболее распространенным нарушением при мочекаменной болезни. Оксалаты – это соли и эфиры щавелевой кислоты. Они содержатся в продуктах и в норме связываются с кальцием в кишечнике, образуя оксалаты кальция. И проблем здесь нет никаких, пока вы не начинаете варить или тушить и другим образом обрабатывать те продукты, которые содержат большое количество щавелевой кислоты и кальция. Мораль очень проста. Не извращайте законы природы, не ставьте себя выше ее, никогда не говорите, что ты природа дура, а я умнее тебя, и я сейчас что-то приготовлю. Все давно уже приготовлено. Только мы хотим получать неестественные, неприродные вкусы, так от них зависим и оправдываем свои глупости, слабости и зависимости, якобы пользы и какой-то необходимостью потреблять вареную и жареную пищу. А этим вы оправдываете только свои вкусы и пристрастия. Ну хотя бы не обманывайте себя и говорите честно, да, хочу есть для вкуса, пусть это вредно, но не надо только придумывать какие-то теории про пользу вареной и тем более жареной пищи. Хотите быть здоровым человеком? Хотя бы 80% из общего объема съедаемой пищи в день должна быть живая термически необработанная пища и не более 20 вареная. Смотрите обязательно вот эти мои видео о зелени, о дикоросах. У меня есть целый плейлист на моем YouTube-канале, посвященный этим растениям. И, конечно, посмотрите вот эти видео о почках и о том, как растворить камни и в почках, и о том, как растворить камни в желчном пузыре без применения химических каких-либо препаратов или процедур. Да, и под этим видео будет ссылка на информацию о продаже территории 160 гектар с озерами в Псковской области. Я продаю эту территорию, так как два крупных хозяйства, ну просто невозможно физически и морально тянуть. Это уникальное место и уникальный проект. Я хотел бы продать его в хорошие руки. Ссылка будет в описании. Ну а на этом, пожалуй, на сегодня все. Понравилось вам мое данное видео? Вы его считаете очень важным и полезным? Напишите под этим видео об этом. Дайте мне свою обратную связь. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно. Я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.